Хорошего, как всегда, мало. Мы идем вниз, идут наши, как говорится, по экскурсии. Это все улица Днепровская. О, какой супер! Японский Штили. Рихард Зорге ездил на этой машине. Передок у него шикарный, ягуар какой-то. Слушай, интересно, а что за марка? Это Митсубиси. Ну, сделан он супер, блин. Митсубиси Таджеро, что ли? А, Митсубон, ага, вон его. Вот такая, вот видите, плиты уже в усмирь, как говорится, изношены. Ну, что поделать, инфраструктура. Столица все-таки город Дальневосточного региона, поэтому столичные торчат эти. Арматурины, коляса ждут своих. Это не гостевой маршрут. Да, ребят, тут все серьезно, без всякой, как бы, фигни, да, на уши. Сато пешеходный, очень хорошо укрепляет голеностоп. Можно тестировать обувь, там, изобретать новые подошвы. Вот у меня сейчас Вибрамовская подошва, трекинговая, горная. Прекрасно себя зарекомендовавшая. Так что, настоящий живой город, в общем. Поэтому в Удивостоксе могут выбежать на замерзший лед Амурского залива, что их только могут догнать. И то не всякие на этом, на снегоходе, и то не всякие полицаевые. А слишком уж мотивирован, слишком продажный. Ну вот, шикарно. Видите, вот знаки дозические все не спилили, стоит. Топопривязка к местности. Живая история и настоящая, реальная. Все в одном, как бы. Назовите город, похожий по стилю, вот на Владивосток, с таким перепадом. От нуля над уровнем моря, да, от песчаных пляжей, запаха морской капусты, до горного воздуха, крутейших сопок там. Еще не забывайте, помните, был дождь ледяной и прочие всякие прелести. Уж больно много всего необычного. А если выехать из него километров на 60, на 100, на север куда-то туда, к находке там, к Арсеньеву, так вообще удивительно.